Умная техника, гениальное изобретение, нетривиальные решения и много высоких технологий. В эфире телеканала Хабар 24, проект Хайтек, в студии Андрей Виноградов. В течение следующих нескольких минут расскажем, как будет меняться наш мир благодаря технологиям. Сегодня оцениваем ароматы и пробуем цвета. Как пахнет космос? Думали ли вы об этом? Многие наверняка полагают, что пахнет в межзвездном пространстве. Ничем, но это заблуждение. Космонавты сравнили запах космоса с обжаренным стейком, малиной и ромом. А благодаря компании на Kickstarter вы скоро сможете сами оценить этот таинственный запах. На платформе для краудфандинга уже собрано 250 тысяч долларов, которые пойдут на выпуск серии духов под названиями «Одэ Спас». Видео, что было опубликовано на странице со сбором, уже можно увидеть, как астронавты подробно обсуждают уникальный запах. А в 2008 году NASA обратилась за помощью к Стиву Пирсу, химику и основателю компании Omega Ingredients, чтобы воссоздать аромат холодных космических просторов. Также на странице компании на Kickstarter указывается, что запах пространства изначально был разработан, чтобы помочь обучить астронавтов перед запуском на орбиту. Аромат в течение многих лет использовали исключительно астронавты для подготовки к полетам, а затем его формула была получена авторами проекта благодаря нескольким запросам, которые можно делать по закону о свободе информации США. Духи будут продаваться во флаконах по 4 унции и могут быть заказаны в том числе и оптом. Этими духами и в самом деле можно пользоваться. Кажется мне и моим коллегам пора начинать волноваться. Искусственный интеллект проникает в мир маркетинга и коммуникации. Компания Synthesia создала сервис, который позволяет с помощью нейросети генерировать видео на основе текстовых данных. Виртуальный диктор или известная личность может вербализировать любое послание. На создание видеоролика уходит всего 15 минут. Используя платформу Synthesia, можно при помощи готового текстового сценария генерировать различные видеосообщения. Для этого надо пройти быструю регистрацию на сайте компании, ввести в отведенное поле составленный сценарий и нажать кнопку Generate Video. В конце пользователю на почту придет уведомление. Платформа мультиязычная и поддерживает 34 языка, в том числе и русский. Также пользователь сможет выбрать персонажа, от имени которого будет формироваться сообщение. Для русскоязычного сегмента по умолчанию используется и ведущая по имени Анна. С помощью технологии уже были реализованы реальные проекты. К примеру, рекламное агентство Craft совместно с Synthesia разработало продвижение продукта Snoop Dogg от австралийской компании Just Eat для рекламы на всех рынках, где она работает. При этом во время ретрансляции на другие языки искусственный интеллект не только переводит речь, но и изменяет артикуляцию губ виртуального диктора. Также Synthesia поработал Дэвид Бэкхэм. Были созданы ролики на девяти языках, в том числе китайском, испанском, арабском, французском и хинди. В них звезда футбола рассказывает об угрозе малярии. Умное зеркало дополнит женскую реальность. В бутике косметических услуг в Сеуле под названием Amor Pacific установили именно такое. Зеркало позволяет легко определить, подходит ли вам тот или иной оттенок губной помады или теней для век. Зеркало делает фотографию лица клиента и анализирует ее, а затем выдается рекомендация. Учитывается текстура кожи и ряд других параметров. Затем клиенты могут увидеть сгенерированное компьютером изображение того, как они будут выглядеть после нанесения какого-либо средства ухода или косметики. В период пандемии как-то не хочется тестировать косметику после того, как кто-то уже делал это. А теперь я могу видеть реальный цвет на моем лице в виде изображения. И даже не надо касаться лица. Это удобно. Власти Южной Кореи рекомендуют в период распространения коронавируса пробовать косметику только на коже рук, но не наносить тестовые образцы на лицо. Чтобы завести к минимуму контакты с людьми и снизить риск распространения вируса, магазин также разместил QR-коды рядом со всеми товарами. Покупатели могут узнать все детали о них с помощью смартфона. Не придется сокращать дистанцию с продавцами, чтобы поговорить. Южная Корея добилась отличных успехов в борьбе с COVID-19, хотя в стране по-прежнему наблюдаются вспышки болезни.